С добрым утром и днём, здравствуй мой, Салават, Всящия, Батвира, Героя! С добрым утром, Салават, и с днём рождения. Ясный, солнечный и бодрый сентябрьский день, как нельзя лучше, подошёл для празднования Дня города и Дня работника нефтяной и газовой промышленности. Уже с утра площадки и дорожки парка, культуры и отдыха стали наполняться людьми. Настроение общего праздника объединяло горожан. А на тематических площадках уже готовы представить гостям всевозможные развлечения, а ещё полезные мастер-классы. Мы сегодня будем показывать мастер-класс по складыванию салфеток. Несколько вариантов, которые мы можем предложить, чтобы люди приходили в ресторан и знали, как можно креативно сложить салфетку. Итак, программа празднования получилась насыщенной и яркой. Жители и гостей встречали выставки конкурсов праздника цветов, динамичные спортивные соревнования, показательные выступления. По-настоящему сказочная страна мастеров, шедевры недекоративно-прикладного творчества и другие сюрпризы. На просторных и зелёных лужайках и на дорожках парка расположились многочисленные выставки, в том числе с познавательными элементами. Например, интересен этнографический стол от городского музея. Колодка, перед вами колодка и кочедык. С помощью вот таких нехитрых инструментов наши предки плели вот такие замечательные лапти, лопоточки. Здесь, например, такой детский размер. Это была повседневная обувь крестьянства. Вообще лапти известны с 10 века и незаменимая вещь в хозяйстве. Праздник сочетает в себе и лучшие образцы творческих конкурсных испытаний. Пёстрые, аппетитные и очень душевные выставки подготовили учреждения. В рамках конкурсов «Зелёный наряд» и «Хозяюшка». Готовили всей школы и родители, и учителя, и ученики. Приготовили много разных вкусностей. Это и пироги, и каравай, это и соленья. Тут же, конечно, и цветы. Как же праздник цветов без цветов? Цветы, выращенные на собственных огородах, на нашем пришкольном участке. У всех прекрасное настроение, поэтому все мы рады сегодняшнему празднику. Прибыли на торжество и руководитель города Игорь Миронов, председатель Совета депутатов Ларисы Давыдовым, старейшины и общественники. Торжественная часть началась с приветственного слова главы администрации. Он отметил, что Салават с честью перенес непростой период пандемии. Его экономика успешно восстановилась, а впереди новые задачи и достижения. К тому же в будущем году нас ждет юбилейная дата. Я ежедневно получаю огромное количество положительных отзывов о той работе, которую мы проводим. И, конечно же, это вдохновляет и заставляет нас работать еще лучше. Я уверен, что все наши планы, все задуманное мы с вами обязательно воплотим в жизнь. Потому что мы с вами любим наш город и сделаем его самым комфортным городом в республике Башкортостан. Поздравляю всех с Днем города, желаю всем счастья, полного благополучия, крепкого здоровья, удачи и новых свершений. На церемонии отличившимся руководителям и работникам разных сфер вручили почетные грамоты и благодарственные письма администрации города. Для юных горожан организовали праздник вручения паспортов. Еще один житель Салавата пополнил ряды почетных граждан. Звание присвоено Валентину Дмитриевичу Токареву, ветерану производства технического стекла. В стекольной отрасли Валентин Дмитриевич посетил 50 лет своей жизни. Пришел на завод молодым специалистом. Прошел путь от мастера смены в цехе до генерального директора. По признанию ветерана, он и сейчас внимательно следит за развитием родного предприятия и любимого города. Мое сердце принадлежит городу. Самое лучшее время жизни своего я провел в общении с людьми. И вот сегодня еще раз убедился, что город красивый, необычайно развивается. И красивые, также красивые люди. Но сегодня я заметил, что не только люди красивые, а красивые улыбки и радостные глаза всех, кто здесь присутствует. Теплым моментом стало чествование юбиляра в супружеской жизни. Пар, отметивших золотую свадьбу. Среди них и чета Крамаковых. Поженились они совсем юными. И все эти годы находили общие интересы, уважали друг друга и сохраняли гармонию. В 71-м я приехал, в 72-м поженились. Мы козоводы. Мы сейчас живем в деревне, так как диванной болезнью болеть не хотим. И живем сейчас в деревне. Держим козочек, держим курочек. Снабжаем свою молодежь молочком, сметанкой, творожком. После завершения церемонии почетные гости ознакомились с тематическими площадками праздника, по достоинству оценив творческие задумки авторов. А в парке тем временем становилось все более оживленно. С момента своего основания слова считаются городом молодости и спорта. Соответственно, и в праздник дня города особое внимание уделено спортивной составляющей. Юные спортсмены устроили показательные выступления в рамках ярмарки спорта. А еще любители движения активного образа жизни ждали соревнования по силовому экстриму. Воображение собравшихся поражали силачи, переворачивающие огромные тракторные резины весом в 345 килограммов и сдвигающие с места микроавтобусы. В каждом виде спорта есть секреты. Соответственно, там самое главное – ее надо сорвать. А чтобы ее сорвать, все равно должна быть какая-нибудь физическая подготовка. Ну, соответственно, здесь прямая дистанция. Если сорвешь, то уже как-то получится ее передвигать. Но если сил не хватит, то, соответственно, она будет стоять на месте. Увлекательным зрелищем стал и турнир по масс-рестлингу, в котором принимали участие и хрупкие девушки, неравнодушные к спорту. Занималась баскетболом, также ходила на волейбол, занималась бегом. А на сцене тем временем изящно вышагивали участницы состязания «Цветочная королева» в ярких и многоцветных нарядах. На той же сцене прошел и праздничный концерт. А новшеством для саловатцев стало шоу канатаходцев, которое зрители встретили бурей эмоций. Каждый гость праздника мог найти развлечение по вкусу. Программа предоставляла возможность и для движения, и для проявления смекалки, и для эстетического наслаждения. Детвора могла погонять в хоккей на траве, покататься на велосипедах, принять участие в играх, взрослые спеть, потанцевать, посостязаться в силе и ловкости, отведать лакомства и, конечно, припасти ярких впечатлений. А дня города 2022. День сегодня замечательный, солнечный, не сильно жарко. Все для того, чтобы люди тут наслаждались общением с друг другом, видели прекрасное, приобщались к этому прекрасному. Столько интересных, позитивных людей. Это здорово. Спасибо за праздник. Хорошее настроение выступать, вот пришли. Очень весело, такой прекрасный праздник, все в хорошем настроении. Люблю я свой город, красивый он у нас, молодой. Очень довольна, что в последнее время в нашем городе проводят такие мероприятия для детей. Это очень даже хорошо, да, милаш? Происходит у нас много необычного сегодня, огромное количество выставок. Вот муниципально-бюджетное учреждение сегодня, каждая, обратите внимание, поставили свои выставки. Настроение замечательное. Солнце светит, все улыбаются. Столько всего интересного здесь увидели. Даже вот приобрела детям ложечки именные. Погода супер. Спасибо за такое устроенное мероприятие городу Салават. Все очень здорово. Салаватцы любят праздники и очень любят свой город. Поздравления 74-м днем рождения. Пожеланиям полны тепла, жизни и искренности. Салавату пожелаем процветания, счастья, дальнейшего развития. Побольше молодежи. У нас прекрасный город, много рабочих мест. Городу хотим пожелать процветания. Очень много всего у нас уже хорошего произошло в городе. Желаю, чтобы город Салават процветал, держал свою марку. Чтобы в него приезжали гости и уезжали отсюда с замечательными впечатлениями. Чтобы он развивался, чтобы он воспитывал замечательных детей, которые будут заканчивать учебу и снова приезжать сюда и дальше продолжать развивать наш город. Зульфия Суурголова, Иван Стауров, Радмир Загидолин, телекомпания Салават.